здравствуйте дорогие друзья депрессия никого не щадит и депрессии заболевают люди самые разные разного статуса уровня дохода возраста пола и так далее очень благополучные люди страдают депрессиями и какой один актер сказал я не помню кажется джим керри это сказал что надо дать всем возможность стать известными и богатыми чтобы люди поняли что выход не в этом что смысл не в этом но известными можно стать и мы видим что люди получают свои там свою минуту славы но это не делает их счастливее на какой-то момент да но потом все возвращается на круги своей то же самое касается и материального благополучия дело в том что наша душа нуждается в духовной пище и и ее никакими деньгами и материальными благами не заменишь поэтому чтобы душа была счастлива необходимо ее жизнь почему душа страдает потому что ей не хватает кислорода ей человек не дает ей жизни своей душе проявление да а душа себя выражает в чем в мышлении в творчестве вот этот вспомнил джиду кришнамурти вон в одном интервью сказал что он никогда ни с кем не конфликтовал и видимо у него не было и внутреннего личностного конфликта тоже почему потому что конфликт он разрушает ум сознание и вот осознанность способность осознавать и вот по сути дела конфликты возникают между людьми неосознанными раз поэтому их последствия столь плачевны трагичны и они не приводят ни к чему кроме разрушения уже когда чек не осознает что происходит все пиши пропал это приводит и к депрессиям это приводит к расстройствам к всевозможным потерям и причине не вреда себе самим поэтому вот когда мы говорим о том что мы решаем конфликты путем сотрудничества вот у нас есть лекции на эту тему доступные спонсором нашего канала кто такие спонсоры нашего канала это наш привилегированный класс людей которые самые преданные люди самые преданные зрители которые финансово поддерживают наш видео канал и получают за это бонусы так вот доступны спонсору так вот ведь когда мы говорим о решении конфликта методом сотрудничества по сути я бы сказал что это не конфликт эта ситуация потому что мы готовы когда мы готовы решать конфликт мы знаем что мы его решим у нас есть это осознанность поэтому конфликта нет пока есть осознанность пока она сохраняется осознанность и ум тогда возможно решение вот это все прекрасно и удивительно там где уже конфликт возник нам очень сложно его решать но тем не менее никогда не поздно дистанцироваться на безопасное расстояние посмотреть со стороны на происходящее и спокойно и включить осознанность обратиться к сознанию и найти решение если мы не нашли решение это не значит что его не существует это просто мы не нашли решение оно всегда есть уже если есть проблема то есть и решение так вот давайте почитаем фразы прокомментируем их мудрые фразы только ты можешь изменить свою жизнь никто не может это этого сделать за тебя вот абсолютно верно каждый из нас может изменить свою жизнь перестаньте прекратить и давать позволять людям которые привносят так мало в вашу жизнь так много давать им вашего внутреннего мира это сказал Морган Ричард Оливье вы знаете мы сейчас находимся в такой я бы сказал ловушке эго это ловушка негативного мышления и наше эго причина наших проблем то есть человек из эгоистических побуждений да хочет накапливать иметь больше зарабатывать больше потому он впадает в депрессию потому что деньги это не ответ на ваши вопросы экзистенциальные глубокие о смысле жизни да деньги это не ответ и он впадает в депрессию этот человек и в депрессии он еще больше эгоистом становится депрессия это что образование вот этой вот черной дыры в душе воронки которую все проваливается все абсолютно человек не виноват что он так себя ведет потому что он болен дело в том что болеют все практически все болеют врачи болеют среди врачей очень много больных людей и психически больных людей потому что они в тех же самых условиях что и другие находятся стрессовых многочасовой рабочий день опять же особенно врачи потому что они постоянно имеют дело с больными людьми мало того что человек больной он еще и мыслит негативно как правило мы знаем что практически все это психосоматика да поэтому тот кто мыслит негативно тот и болеет вот люди имеющие дело постоянно с такого рода контингентом вряд ли будут здоровыми уже постоянный стресс помимо того что сама работа это стресс еще и с людьми врачи уже не хотят работать с пациентами с некоторыми потому что не выдерживают этого эмоционального негатива люди лишаются вот чего этого внутреннего мира да ради чего позволяя другим которые не дают того же самого вот нарушается этот баланс давайте брать сами сами лишаются этого мира внутреннего и заболевают вот то есть общество по сути что происходит вот происходит я бы сказал доведение до госпитализации всего общества это пандемия на самом деле пандемия она уже давно идет я бы сказал что это пандемия негативного мышления пандемия ложных ценностей пандемия депрессии об этом не говорится ничего вот ради коронавируса ну ради того чтобы остановить эту пандемию да смотрите остановили там экономическую жизнь вакцину серьезно а ради депрессии почему ничего не делается ради того чтобы остановить депрессию ведь смотрите на те же на ту же вакцину которая не защищает на сто процентов да люди все равно болеют но они я так понимаю что в более легкой форме переносят коронавирус вакцинированные люди хотя и вакцинированные попадают в больницу так вот почему депрессия ведь от из-за депрессии люди кончают самоубийством из-за депрессии депрессии является причиной многих проблем теряют работоспособность люди и так далее депрессии почему не противодействовать депрессии что для этого надо сделать почему бы не сделать доступными доступной психологическую помощь как скажем то же ношение масок или те же вакцины во время вот пандемии коронавируса и задействовать всех психологов всех кто может оказывать помощь такую психологическую ведь не делается почему бы не сократить рабочие идеи да опять же вообще поменять мировоззрение вот потому что требуется смена мировоззрения это же люди себя должны начать ценить раз раскрывать свой творческий потенциал два полюбить себя три многое должно поменяться просто чтобы избавиться от депрессии сколько психотравм сколько психотравм это же годы годы терапии психотерапии она необходима она необходима вот я за то чтобы началось такое движение и противодействие вот этой депрессии серьезная проблема серьезнейшая но она она даже если ее обсуждают то реальных дел то не делается политики то антидепрессивной нет не разрабатываются же программы не принимаются решения просто говорят об этом и все и то мало говорят но мы знаем что говорить то ну что толку говорить нужны действия нужны поступки вот поэтому люди люди да не позволяйте другим людям забирать у вас вот этот внутренний мир и покой не позволяйте это делается в целях просто сохранение собственного здоровья потому что люди выкачают у вас энергию запросто в депрессии человек он хватается он хватается он требует этого для себя даже люди богатые они платить не хотят психологам что уж о бедных говорить вот человек в депрессии который находится так что не надо позволять это делать ведь задача наша в том чтобы здоровых людей было больше не больных поэтому здоровый может о себе позаботиться и должен о себе позаботиться вот мир так устроен мир так устроен выживает сильнейший и чтобы выжить нужно быть сильным чтобы выжить нужно быть здоровым вот сейчас даже пандемия опять это вызов да пандемия коронавируса это снова вызов нам каждому это проверка иммунитета опять же чтобы иммунитет был хорошим для этого человек должен не должен стрессовать ведь самый главный удар по иммунитету наносит что постоянный стресс значит человек должен себя беречь должен быть стрессоустойчивым и не должен попадать в стрессовые ситуации и так далее должен думать о себе чтобы выжить вот мы до сих пор находимся вот ну по сути джунгли по сути вот этот по сути законы джунглей вот поразительно двадцать первый век технологии развитые и все равно люди выживают как в джунглях слабый иммунитет удар по иммунитету все человек сразу же подвержен заболеваниям инфекционным вот поэтому не надо никого спасать и думайте о себе думайте о себе надо выжить надо выжить потому что потому что это закон природы так таков вчера я был умным и поэтому хотел изменить мир сегодня я мудрый и поэтому я меняюсь сам меняю себя руми руми но мы видим что мир конечно меняется меняется но я думаю что он меняется потому что не потому что умных становится больше а потому что мудрых становится больше людей поэтому люди меняют себя и служат прекрасным примером для подражания и поэтому меняется мир девиз 2021 года если мы не можем помочь друг другу расти мы должны позволить друг другу уйти к сожалению это так и нужно уметь отпускать людей нужно уметь отпускать людей развиваться важнее чем чем что-либо чем что-либо расти важнее потому что это основная потребность ну смотрите все растет все развивается все меняется в природе и наша духовная природа она тоже должна развиваться вы не тоже заложен потенциал роста потенциал развития интеллектуального развития духовного да если мы не развиваемся то мы рискуем что но рискуем просто не состояться в этой жизни и страдать вот не прожитая жизнь да не прожить свою жизнь а не прожитая жизнь это очень 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 большой стресс и шок для человека и мало кто с этим может справиться с этой неудовлетворенностью это вот мы говорили о том что люди накапливают неудовлетворенности так вот непрожитая жизнь это вот это вот представьте себе накопленная неудовлетворенность длиною в жизнь как вы с этим справитесь очень сложно очень трудно поэтому если вы не развиваетесь если вы остановились в своем росте развитие а так бывает но так часто и происходит да то все пиши пропало это еще одна накопленная неудовлетворенность то есть встреча с человеком вот вы с человеком провели время вы никак не изменились к лучшему у вас не стало больше света добра счастья радости любви а это вы по сути накопили неудовлетворенность от этой встречи человек может и не виноваться да ну что ну вот депрессия там может быть ну еще там масса причин он хочет общаться но он не понимает что он и источник неудовлетворенности для вас это должны вы осознавать это вам нужно понимать и с такими людьми не общаться вот поэтому в жизни важен баланс вот когда этот крен сделан в сторону работы вот все трудоголики это люди неразвитые это это страшное дело потому что человек тратит время на работу свою постоянно но они на свое развитие в результате да человек богатеет но он духовно нищий у него душа грошовая копеечная хотя это богатый человек вот в чем дело посмотрите на тиктокеров вот их уровень и их доходы да уровень души духа интеллектуальный уровень и уровень дохода они же просто не сопоставим сколько они зарабатывают при этом люди ну просто примитивные да телеведущие всякие светские львицы да и так далее любой трудоголик посмотрите кто больше всех зарабатывает вот эти люди в группе риска как раз находятся риск в чем риск духовной нищеты риск депрессии риск депрессии богатые тоже плачут вот я общаюсь ну с разными людьми в том числе и с богатыми со средним классом все плачут и богатые и средний класс да у них есть все для жизни но счастья нет они пустые люди у них проблемы психологические депрессии они не развитые люди кругозор очень узкий и конечно психологические проблемы которые мешают им мешают делают их несчастными и тех кто рядом с ними тоже выходы выхода они не видят вот поэтому конечно психологи тут могут в общем очень помочь и не надо поддерживать психологов как раз и вот этот вот усиливать этот потенциал в обществе психологического психологической помощи и психологической поддержке Так что, но у нас нет, понимаете, у нас просто относятся к людям как к средству. Нет заботы о людях, нет заботы, и вообще не понимают, что людям надо, что люди могут дать, того же никто не знает, вот этот человеческий потенциал, и как его, отношение к человеку какое? Я бы сказал, что отношение уже даже не как к средству и, конечно, не как к цели, а как к чему-то лишнему, как к проблеме. Я бы так сказал, что человек воспринимается как проблема. И это связано, знаете, с чем? Я думаю, что это связано опять же с негативным мышлением. Потому что многие мыслят негативно, а негатив – это проблема. Негатив ведь искажает реальность, и никто не хочет жить и быть рядом с человеком, у которого проблема. Поэтому к людям относятся как к проблеме, и поэтому стараются не замечать людей, нет человека, нет проблемы. – вот что произошло. Поэтому такое вот такое, я бы сказал, такое тотально непонимание вообще, что делать, никто не знает, что делать, как взаимодействовать с людьми, нет вообще контакта, нет такого контакта с людьми, какой-то коммуникации с людьми, просто нет этого. Вот система власти и подчинения, она же не предполагает диалог. Это административно-командная система. Мы говорим, вы делаете, но мы знаем, что психика наша не терпит принуждения, влияния вообще власти над собой. Поэтому это еще большие конфликты, это усугубление проблем. Я думаю, что вот здесь идет такое наращивание проблем этих всех. И вот именно неспособность любить людей, неспособность решать проблемы, сотрудничать, слышать других, учиться. и способствовать развитию другого человека, наверное, же надо хотеть. И самим развиваться, и быть может вот эти даже, то, что когнитивные способности наши, они подавляются. как бы, человек выгорает слишком рано в этом, вот в таком когнитивном отношении, вот этому способствует. к тому, что опускаются руки просто. И безразличие появляется и, ну атомизация, атомизация, какое-то отделение, отчуждение, вот это отчуждение. Все чужое. Все чужое. Опять же, это психологическая проблема. Опять, но все сводится к психологии. Значит, если все сводится к психологии, то психологию надо задействовать. У меня нет времени, чтобы бороться с эго и маленькими умами. Еще одна. Буддийская мудрость. Нет времени для борьбы такой. Нет времени для борьбы такой. Но бесполезно, действительно. Бесполезно бороться с эго и маленькими умами, ограниченными умами. Так что, борьба бессмысленна. Борьба бессмысленна. Кстати, очень важный ресурс, время, да? Время. Вот я тут написал, написал в сообществе в нашем, опубликовал картинке и сделал свои комментарии. Сейчас я вам их прочитаю для закрепления. «Жизнь долгая, поэтому в ней возможно все. Запаситесь терпением, пока мы живы, все может поменяться к лучшему». И вот фраза «Никто не говорил, что будет легко, но в конце ты будешь благодарен себе за то, что прошел через все это». Нам нужно пройти, нужно пройти в конце концов то, чего то, что нас смущает, быть может, и является причиной наших страданий – это наше эго. эго. Поэтому наше и чужое эго, вообще эго. Так вот избавьтесь от эго. «И посмотрите, что будет». Фраза «Люблю людей, после разговора с которыми на душе так тепло и на мир уже смотришь совершенно по-другому. Их мало, но они есть». Если после общения с человеком вам не стало теплее на душе, и ваш взгляд на мир совсем не поменялся, то больше не общайтесь с таким человеком. «С ним вы не развиваетесь и не становитесь добрее. Этот человек не любит вас и себя». Вот что я написал. «Окружайте себя людьми, которые меняют вас к лучшему. Задумайтесь, кем вы окружены – врагами или друзьями, умными или дураками, светлыми или темными личностями, благополучными или несчастными, целеустремленными или живущими бессмысленной жизнью, творческими людьми или биороботами, щедрыми или жадными, благородными или низкими, добрыми или злыми». Но это о том, что важно быть честными с самими собой и с людьми тоже и честно себе признаться, кто меня окружает, с кем я общаюсь, что это за люди. «У меня будет все, о чем я мечтаю. Мы получаем все, что мы хотим. Мир – это изобилие. Мы не получаем, если ставим в себе ограничения. Только негативные ментальные программы мешают нам получать от жизни все, мешают быть счастливыми, наслаждаться жизнью, быть благополучными. Избавьтесь от этих ментальных программ и осуществите свои мечты, и реализуйте свои желания». Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам. «Вы имеете право думать обо мне, то, что сочтете нужным, я имею право не соответствовать вашим представлениям. Никто в этом мире не знает вас лучше, чем вы сами себя. Мало кто в этом мире знает себя, а кто не знает себя, не может знать и другого. Что бы человек ни говорил, он говорит только о себе, «Общаясь с вами и характеризуя вас, давая вам оценки, осуждая вас». Человек на самом деле характеризует себя, оценивает себя и осуждает себя. Мнения других о вас просто не существует. Но людям свойственно верить в несуществующее, как, например, верить в невидимых друзей. Живите в реальности и осознайте, что есть только одно мнение о вас. Это ваше мнение. Поэтому начните думать о себе хорошо. Вы в силах думать о себе хорошо и полюбить себя. Это мое мнение уже. И сталкиваясь с людьми, я вижу, что действительно они все время говорят о себе. Даже если человек обо мне говорит, он говорит о себе. Поэтому я слушаю, я на свой счет ничего не принимаю. Ничего. Я вижу, что человек говорит о себе. Просто он местоимение неправильно использует все. Вместо я ты говорит. Вот. Это чувствую. Так оно и есть все. Человек всегда говорит о себе. О том, что есть в нем. Так что люди все скажут о себе. Запомните это. Ничего скрыть нельзя. То, что они о вас говорят, это все про них. Помогая другим мы не становимся святыми, мы становимся нормальными. Я очень рад людям помогать. Решать их проблемы. И главное помните о том, кто вам помог. Вот это очень важно. Помните о том, кто был с вами в трудную минуту жизненную. И не забудьте отблагодарить этого человека, который был с вами рядом в трудную минуту. Да, сейчас, может быть, у вас все плохо. И вы там все потеряли. Но это время пройдет. И у вас будет все хорошо. И вы вернетесь потом к тому исконному состоянию. Благополучия, успеха, счастья. Может быть, даже больше. Больше этого будет. Поэтому не забудьте, кто был с вами в трудную минуту. И отблагодарите этого человека. Отблагодарите его. Обязательно. Добро должно циркулировать. Круговорот добра. Благополучия. Обязательно. Круговорот благополучия. Поэтому помощь другим делает нас нормальными. Вот там, где не помогают людям. Вот это ненормальные страны. Где нет нормальной системы социальной защиты людей. Это ненормальные страны. Страны больные. Там больше всего больных людей. Там люди жить не хотят. Там самоубийство. Там дети жить не хотят. Там, в общем, куча проблем разных. Недоверие в обществе. Депрессия. И так далее. Вот. Где нет помощи людям. Поэтому помогать это нормально. И чем больше у нас помощи будет людям, тем лучше. Это и есть норма. Это и есть нормальность. Вот у нас святыми называют таких людей. Да. Которые помогают другим. Ну так нет святых. Ведь просто нормальные люди ненормальные. Ненормальные это вот эгоистичные люди. Которые тянут все. Вот. Под себя. Вот у нас вот восхищаются миллиардерами. Которые в космос летают. Да. Свои фантазии воплощают в жизнь. Чтобы там в космос кого-то запустить. Улететь. Вот. Но они не платят налоги. При этом. Вот. Поэтому у них столько денег. Потому что они не платят налоги. Так. Нужно добиваться, чтобы они налоги платили. И на вот эти налоги. Эээ. Поддерживали бы людей. Эээ. Ээ. А то что ну что ну. Эээ. Эээ. Ээ. 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 Эээ. Ээ. 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 Эээ. Ну что, с того-то. Тоже космонавты. Надо научиться жить на Земле. Нет больше нигде жизни, только на Земле. Поэтому нужно обустраивать здесь жизнь, на Земле. Вот шведский миллиардер потратил огромную сумму на покупку лесов там в Амазонке где-то. Пожалуйста, чтобы сохранить эти леса. Вот это поступок. Почему об этом не пишут? Они восхищаются этим человеком. Вот это я хотел сказать. Спасибо вам за внимание. И еще напоследок фраза одна. Всегда имейте глаза, чтобы видеть лучшее. Сердце, чтобы прощать худшее. Ум, чтобы забывать плохое. И душу, чтобы никогда не терять надежду. Ну вот. Нужна надежда. Обязательно. Обязательно надежда. Надеяться на лучшее. Мы притягиваем в нашу жизнь. То, что... То, о чем мы думаем. Вот Джиду Кришна Мурти сказал, когда мы любим полностью, целиком, да, каждая мысль, каждая наша мысль приносит нам, что радость, ясность и счастье. И это может случиться тогда, когда есть связь со всем целым, да, и когда нет усилий. Когда нет усилий. Мир начинается, когда заканчиваются ожидания. Так что не надо ничего ждать от людей. Просто наслаждайтесь миром и покоем в своей душе. Я бы так сказал. Вот что дает эта вот любовь целостная, да? Объединение, слияние со всем миром. Со вселенной, да? С другими живыми существами. Ну, с человеком прежде всего. Вот. Любовь, то есть любовь это путь к счастью, радости, ясности. И тогда не нужно никаких усилий. Усилия разрушают любовь. Они фрагментируют реальность нашу. Так что вот это слияние прекрасное. Тогда и нет конфликта никакого, потому что все это часть меня. У меня нет конфликта, я не спорю ни с чем. Вот это удивительная жизнь без конфликтов. Ни с миром, ни с самим собой. Вот что такое любовь, полная любовь. Да, целостность. Вот. Спасибо за внимание и всем всяческого благополучия.